Итак, друзья, всем привет! У микрофона Кяксида Самовар, и играя за Сикера, я стал задумываться, а сколько же нужно всего ХП, чтобы полностью пережить ульт самого же Сикера? И я вот, знаете, решил провести такой некий эксперимент в лобби, чтобы проверить, сколько же действительно в обычных условиях нужно ХП, чтобы полностью пережить ульт. То есть я буду экспериментировать с разными условиями, то есть, например, под первым скиллом, со вкачанным талантом и с разной скоростью. То есть со средней скоростью, это 340, 340 это средняя скорость в доте, и с хастой. Посмотрим, сколько урона нанесется, сколько необходимо, чтобы выжить. Ну и, в общем-то, я думаю, не стоит больше болтать, давайте начнем. Для начала я взял пуджа, у которого 9000 ХП, я пока что не знаю, сколько оно всего нанесет, поэтому решил запастись пятью тарасками на всякий случай. И сейчас мы с вами будем точно наблюдать, сколько же урона получится в общей сложности. Так, для этого я беру пуджа и начинаю его ввести на базу, а Сикера мультую. Так, мы идем, тараски у нас сбиваются, ХП тикает, скорость у нас 340, напоминаю. Так, вот уже пошел второй, вторая тысяча примерно. Так, и ультимейт закончился. Так, и получается, смотрим, сейчас у нас для этого специально есть журнал сражений, который нам точно отобразит, сколько ХП мы потеряли. Изначально у нас было 9000 ХП, ровно, ну и там 40 ХП, не цифра. Вот, и осталось у нас 6500. То есть, получается, 2500 мы с вами все-таки потеряли. И это уже получается без учета первого скилла. То есть, мы не кидали первый скилл, следовательно, урона можно еще выжать и посмотрим все-таки, сколько же получится урона, если мы кирим еще и первый скилл. То есть, пока что достаточно иметь просто где-то, может быть, 4000 ХП, чтобы полностью пережить обычный ульт Сикера без усиления. Но зато с линзой. Я, правда, немножко затупил, что там линза лежала, надо было ее убрать. Давай теперь попробуем без линзы, сколько урона нанесется без линзы. Но я думаю, там, знаете, небольшая разница будет, но для чистоты эксперимента, конечно же, давайте попробуем. Так, побежали, 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 побежали. Фазы мы, конечно же, не прожимаем. Так, бежим потихонечку. Существенная разница, откровенно говоря, я не ожидаю видеть, но мало ли, мало ли, 5% это вам не хухры-мухры. Так, 6700 у нас осталось. Ну да, получается, разница примерно в 200 ХП. Так, и получается, сколько у нас тут осталось? Первый раз у нас осталось 6500, во второй раз у нас осталось 6730. Вот, сами видите, разница небольшая. То есть в 200 ХП разница и линзу на Сикера, так что не собирайте, если кто-то собирал. Особого смысла в ней, как видите, нет. 200 ХП лишнее, это не так уж и много. Так, ну что ж, теперь давайте уже попробуем с линзой и с первым скиллом. Первый скилл будет длиться один раз, то есть я один раз его кину, потом кину ульт и не буду его больше продлевать. Так, первый ульт пошел, все, побежали. Так, ну что, наблюдаем. Наблюдаем, сколько тут у нас урона натикает уже с первым скиллом Сикера. Кстати, можно примерно даже заметить, когда он окончается, потому что урон чуть-чуть уменьшается. Так, 5800. Вот это уже побольше циферка, получается, на 200 ХП теперь больше оно надамажило. Давайте посмотрим точнее. В прошлый раз у нас оставалось 6700, а еще до этого 6500. То есть здесь уже разница такая более колоссальная. Все-таки не 200 ХП меньше, а получается целых где-то 700 ХП мы еще снесли сверху. Так что продолжаем эксперимент. Я, возможно, где-то ошибаюсь в расчетах, так что вы, если что, меня поправляете, потому что я это прямо сейчас все считаю у себя в голове, а с математикой у меня не так уж и хорошо. Но в любом случае, продолжаем эксперимент. Видно, что урон все-таки значительно увеличился. Но на этом еще не все, теперь самое вкусное. Теперь мы попробуем без таланта, пока что без таланта, закинуть ульт на пуджа с хастой. И для этого нам нужно ее заспаунить. Так, ну а, собственно говоря, и руны не пришлось долго ждать. Подбираем руну и скорее бежим, скорее бежим к бладсикеру, чтобы он нас скорее ультанул. Ультуем и бежим дальше, и бежим дальше, и бежим дальше. Без первого скилла, да, я так и хотел. Так, ну и наблюдаем. Кстати говоря, урона-то не особо и много. То есть мы чуть-чуть побольше пройдем, конечно же, и урона чуть-чуть побольше и получим, соответственно. Да, получается осталось 4900, ну, грубо говоря, ровно 5000. То есть мы лишились 4000 хп ровно. 4000 хп снимает ульт бладсикера под хастой. Теперь давайте еще попробуем с первым скиллом сверху, может быть урон побольше будет. Так, ну что ж, получаем руну ускорения и подбираем ее скорее. Так, подбираем, подбираем, бежим к бладсикеру. На бладсикера кидаем первый скилл, ульт. И побежали, 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 побежали на базу, побежали прямо на базу. И наблюдаем пока что, сколько у нас останется хп. Так, 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 ну, значительно, значительно получается. Смотрите, 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 как утикало. 3800, смотрите. То есть если округлить до 4, то есть мы лишились 5000 хп. Ну, еще там сверху где-то хп 200. То есть 5200 хп уже с первым скиллом и под хастой. Это колоссальный урон в рамках доты. То есть обычного пуджа под хастой, среднестатистического со стаками где-то, то, я думаю, он спокойно вынесет. 9000 хп в бабах редко очень набирается, поэтому где-то тут как раз-таки 5000 у пуджа под конец игры имеется хп. И получается, бладсикер спокойно с под хастой может вынести пуджа, если, конечно же, он будет бежать и не остановится. Но факт остается фактом. Урон просто колоссальный. Это, получается, один из самых дамажащих скиллов в доте. Так, ну а мы продолжаем свой эксперимент, и теперь мы будем уже улучшать ульт-бладсикера талантом, который будет наносить на 13% больше урона. Так, ну и что ж, прокачиваем мы талант на... А, даже 14, простите, 14% к урону от Рэпчер. И поехали, поехали, докачаем все таланты. Ну что ж, 9000 хп. И сначала экспериментируем без хасты. Просто смотрим, сколько урона мы нанесем, если у нас будет линза. И на 13, точнее, на 14% больше урона. Так, получается, кидаем и побежали. Возможно, там теряется пару секунд, точнее, может, полсекунды, пока я развернусь, но это не столь важно, я считаю, так что вы это сами понимаете, я надеюсь. Так, 6000 хп у нас осталось. 6000, это получается ровно 3000. Это, к слову, не так уж и много, как я ожидал. Ладно, давайте попробуем еще под первым скиллом. Так, так, кидаем первый скилл. Ультуем и бежим. Сразу же, сразу же, сразу же, сразу же бежим. Так, под первым уже скиллом наблюдаем. Наблюдаем. Напоминаю, что в качке таланты на дополнительные 14% к урону. Так, 5000 у нас осталось, то есть 4000 здоровья нам снесло под первым скиллом. Это почти так же, как с хостой. Да, нормально, нормально. То есть, сейчас уже урон заметен, первый скилл действительно решает, ребят. Так, а нет смысла вообще прописывать рефреш? Ну что ж, давайте теперь попробуем, опять же, с хостой и максимально раскачанным ультом Бладсикера. Так, ну и вот она, наша хоста, и пробуем. Поехали, без первого скилла. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, бежим прямо на базу. Прямиком на базу. Так, блин, какой же урон вносится? Вы просто посмотрите, вы просто посмотрите, вы просто посмотрите. 4000. Опять же, опять же, ровно столько же, сколько было и в прошлый раз, когда у нас был первый скилл хоста и линзы, если не ошибаюсь. Вот так вот. Но это без первого скилла. То есть, если мы сейчас накинем первый скилл, то это уже будет максимально вообще, максимально возможный урон от ульты Бладсикера. Если не учитывать там всякие ауры, которые наносят дополнительный урон. Так, ну и вот она, наша хоста. Сейчас я ее подбираю, кидаю первый скилл на Бладсикера. Кидаю ульт на Пуджа и это будет максимальный урон. Вместе с талантом, линзой и первым скиллом. Так, взяли хосту. Так. Так, берем Сикера, кидаем первый скилл. И побежали сразу же, сразу же, сразу же побежали. Задержки практически не было. Так, ну что, бежим, 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 бежим. Ох ты, ох ты, какой же там урон, какой же там урон, какой же там урон. Две тысячи шестьсот осталось у нас, друзья, две тысячи шестьсот. Это получается, сейчас я вам скажу. Это получается нам снесло шесть с половиной тысяч, если не ошибаюсь. Получается шесть с половиной плюс два и пять. Это остается у нас семь, восемь, девять. Да, все правильно. Все правильно получается. Хотя, возможно, я ошибся, конечно же. Я надеюсь, вы меня поправите. Но в любом случае урон нереальный. Просто от девяти тысяч хп осталось две с половиной. И получается, чтобы пережить нам полный проказ под хостой Сикера, нам нужно будет иметь как минимум семь тысяч хп. Ну и вот как-то так. На самом деле, достаточно интересный эксперимент был сугубо для меня, потому что я частенько играю на Сикере. И мне часто было интересно узнать, блин, а сколько же нужно реального хп, чтобы пережить такой мощный ультимейт. И вот я ответил на свой вопрос. Не знаю, может быть, вам было неинтересно, но в любом случае для меня одним вопросом в доте меньше. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Извините, конечно же, если вам было это не особо интересно, но я это записал, наверное, в первую очередь для себя и решил вот с вами поделиться своими результатами. Ну и, в общем-то, удачи вам. Всем до скорого и пока-пока.